Следующий вопрос о назначении представителя общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области. Слово представляется Лихачёву Михаилу Валентиновичу, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению. Валентинович, председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению. По законам срок в газете Вести Киров была опубликована соответствующая информация. В двухмесячный срок поступили материалы, которые имеются у вас в общей папке. В частности, выдвинуты следующие кандидатуры. Кандидатура Агалакова Александра Геннадьевича выдвинута нашим коллегой, Смирновым депутатом. Кандидатура Гребенкина Фёдора Борисовича также выдвинута нашим коллегой, Ивониным. Кандидатура Долгих Антона Витальевича. Данная кандидатура тоже выдвинута нашим коллегой, Жениховым. Сегодня на профильном комитете были рассмотрены поступившие документы, в первую очередь, на предмет соответствия представленных кандидатов. И второе голосование мы провели по вопросу рекомендаций для законодательного собрания Кировской области. Уважаемые коллеги, комитет предлагает сформировать общий список кандидатов на назначение представителями общественности в КВЛИ в коллегию и вносит на рассмотрение законодательного собрания список из трех указанных кандидатов, фамилии которых я огласил. По результатам рассмотрения кандидатур комитет принял решение об отказе в даче рекомендаций к назначению представителем общественности по основанию несоответствия кандидата требованием, установленным пунктом 8 ст. 11 Федерального закона в отношении долгих Антона Витальевича. Комитет рекомендовал поддержать кандидатуру Гребенкина Федора Борисовича. Кандидатура Агалакова Александра Геннадьевича не была поддержана. У меня все. Спасибо. Соответственно, нам нужно несколько голосований провести. Есть ли вопросы, пожалуйста, к Михаилу Валентиновичу? Виктор Николаевич Женихов. Более подробно скажите, пожалуйста, Михаил Валентинович, почему отклоняется кандидатура долгих Антона Витальевича? Михаил Валентинович, представителями общественности в коллекционных коллегиях судей могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35-летнего возраста, имеющие высшее юридическое образование, не совершившее порочащих их поступков, не замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы, не являющиеся руководителями организаций и учреждений, независимо от организационно-правых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами. В соответствии с законом был сделан запрос по всем представленным кандидатам в ОМВД по Кировской области. Информационный центр ОМВД Кировской области в отношении сведений о судимости, привлечении к уголовной ответственности, административной ответственности, нахождение в федеральном розыске в отношении Агалакова Александра Геннадьевича, 59-го года рождения, Гребенкина Федора Борисовича, 56-го года рождения, не располагает. Однако информационный центр ОМВД по Кировской области в отношении долгих Анатолия Витальевича, 77-го года рождения, располагает следующей информацией. В 2008 году осужден Октябрьским районным судом города Кирова по части 1 ст. 176 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данное преступление относится к преступлениям средней тяжести. В сентябре 2009 года судимость была снята. Мы исходили из аналогии с федеральным законодательством, в частности, тех требований, которые сегодня предъявляются непосредственно к судейскому корпусу. Судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий или не имевший судимости, либо уголовное преследование, в отношении которого было прекращено по реабилитирующим основаниям. Так это у него как бы реабилитирующие основания или что? Прекратили, сняли судимость? Нет. Не так было? Просто сняли? Какое реабилитирующее? Конечно. Человек осужден, умышленное преступление средней тяжести, приговор вступил в законную силу, по истечению установлена срока, судимость либо гасится, либо снимается. Несколько слов скажу. Во-первых, предложение о выдвижении кандидатуры долгих Антона Витальевича было фракцией ПРФ. Не лично мое решение. Мы знаем, да и большинство здесь присутствующих, наверное, знают, как борца, можно сказать, за справедливость неутомивого оппозиционера существующей власти. Может быть, это больше как бы из-за неугодности кому-то принято такое решение. Но я прошу, значит, все-таки кандидатуру, и тем более, что судимость не та, мы знаем, когда люди где-то по неосторожности, значит, может быть, что-то и совершали, но в дальнейшем становились великими людьми и руководителями даже государства. Поэтому я все-таки настаиваю, чтобы кандидатура долгих Антона Витальевича рассматривалась на представлении его в коллегии судей. Виктор Николаевич, Вы, наверное, невнимательно меня слушали. Комитет сегодня рекомендует сформировать общий список, куда включаются все три кандидатуры. Это решение комитета есть. В отношении деяния это умышленное преступление средней тяжести. В частности, для тех, кому интересно, могу процитировать. Статья 176. Незаконное получение кредита. Получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита, либо кредитных условий кредитования путем представления банку или иному кредитному, или иному кредитуру, заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб. Еще раз, уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам, ко всем обращаюсь, кто считает себя оппозиционером к существовавшему режиму существующей власти, проголосовать за кандидатуру долгих Антонов Витальевич. Спасибо. Мы должны действовать в рамках федерального законодательства. Решение комитета состоялось. Михаил Валентинович, у меня там тоже два вопроса для понимания. Во-первых, очень непонятно, почему комитет рекомендует одного, который предложен представителем законодательного собрания, и полностью отвергает две другие кандидоры, которые предложены. Одна партия ЛДПР, другая партия КПРФ. Я, честно говоря, не совсем понял вашу аргументацию в плане того, чтобы вы основывались на судьях. Ведь мы сегодня не выдвигаем, что он будет работать судьей, мы представляем его как от общественности участвовать в работе судебной вот этой инстанции. То он под это дело не очень у нас с вами подходит, он не судья. Он представлять будет общественность. То в данном случае представлять общественность может там, в принципе, любой человек, который погашен на судимость. При этом он является кандидатом в депутаты городскую думу, то на основании этого он мог бы вообще быть не зарегистрирован, но в данном случае он может выдвигаться и быть избран депутатом, но представлять общественность в квалификационной коллегии судей он почему-то, по вашему мнению, не может. Тогда, если вы предлагаете двух отклонить, значит, ну, не рекомендуете, то у меня есть тогда другое к вам предложение. Вот я внимательно изучал все три кандидатуры, и мне очень интересно, как бы, удивила кандидатура Гребенкина, который там написал депутат Ивонин. И если там вы ко всему так мелко придираетесь, то мы тоже готовы придраться к тому, что его заявление неправильно оформлено, по причине того, что он написан в законодательном собрании Кировской области. А у нас во всех документах написано, в соответствии с частью третьей статьи 4 закона, выдвижение кандидатур для назначения представителей общественности в квалификационную коллегию осуществляется путем направления документов, указанных частью 2 данной статьи, на имя председателя законодательного собрания Кировской области, а не в законодательном собрании Кировской области. То если вот так уже до всего докапываться, то я предлагаю тогда и третью кандидатуру отклонить, по причине того, что неправильно вообще составлена бумага и написано по регламенту это все. То все-таки мое предложение, давайте мы не будем там копаться во всех этих вещах и вынесем три кандидатуры, все проголосуем, и пускай это будет по-честному, потому что я считаю, что каждая кандидатура по-своему достойна, но мы сегодня должны определить, насколько она будет полезна для общественности, а не для каких-то там коммерческих структур или каких-то партий. То в данном случае предлагаю выносить все три и депутатам голосовать за каждую по отдельности. Спасибо. Начинаю еще раз последовательно отвечать, по сути дела, на тот вопрос, на который я уже дважды ответил. Первый момент очень важный. Решение принято комитетом, и сегодня комитет вправе принять решение рекомендовать, либо не рекомендовать ту или иную кандидатуру. Когда речь идет о отказе, выдаче рекомендаций, как раз в соответствии с пунктом 11, мы должны мотивировать и обосновать, что и было сделано комитетом. Не Лихачеву Михаилу Валентиновичу, а комитетом. Дмитрий Михайлович, вы слушайте внимательно, я вас слушал. Кроме того, комитет предложил внести список из всех трех кандидатур. То есть сегодня мы будем голосовать по всем трем кандидатурам. И зачем третий раз об этом повторять и просить это сделать, я не знаю. Это решение уже состоялось. Если вы невнимательно слушаете, слушайте внимательно. Кроме того, в соответствии со статьей 5, документы поступают в законодательное собрание, а председатель уже их направляет в профильный комитет. Надеюсь, я исчерпывающе ответил на все ваши вопросы. Давайте лучше перейдем к голосованию. Спасибо, Валерий Николаевич. Валерий Николаевич Турула. Не рекомендован. А второй, на основании всего не рекомендован. Второй, когда от выбора, он на основании всего не рекомендован. Потому что большинство комитетов, членов комитета проголосовало за первую кандидатуру. Понятно. То есть комитет вправе был из трех человек избрать одного, и он его поддержал. А там какие основания, это уже второй момент. Если мы отказываем по пункту 8-го единства, мы должны мотивировать. Еще раз. Вот мотивировка. А остальное решение принимает Закон Собрания. Я все же считаю и буду считать, что та натяжка, которую вы сказали между строк, что мы придерживались аналогии критериев отношения к судьям, она абсолютно, эта аналогия, некорректна. И поэтому с этой точки зрения не надо манипулировать законодательным собранием, формируя вот этот вот пункт основания. Это чистейшая манипуляционная технология, с которой мы сталкивались на выборах в городскую думу, когда вы по телевизору выступали. Яговкин там сидел еще, Бакин по телевизору. И каждый вечер крутили, что женихов и Турула чуть ли не преступники, у которых помощники уголовники. Это аналогичная ситуация. Манипуляционная технология чистейшей воды. Поэтому просьба, все же и обращаюсь к законодательному собранию, не признать основанием комитета именно отказ долгих Антона именно по этому основанию. Хотя я прямо скажу законодательному собранию, у меня своеобразное с Антоном долгих отношение, и фракция может это подтвердить. Но в данном отношении будьте все же нейтрально корректны, комитет. Валерий Николаевич, мне представляется сегодня, что, к сожалению, у вас и у Дмитрия Михайловича может быть сформировалось неправильное понимание квалификационной коллегии, судей и ее функционала. То есть это первая инстанция выдачи мандата судьи. Правильно, потому что мы страдаем от этих судей. Давайте не будем обсуждать, уважаемые коллеги. Решение комитета, есть решение комитета. Константин Борисович Машуренко, пожалуйста. Я ни одного голоса не отдал за судье у Кирового. Знаете об этом. Мы не отдам, потому что сама система гнилая. Понятно. Константин Борисович Машуренко, пожалуйста. На наш взгляд, действительно, здесь немножко притягиваются основания, не совсем корректные для оценки персоны Антона Долгих, потому что в вашей речи прозвучало, что не должно быть порочащих каких-то на этом человеке. Про судимость там ни слова нет. То есть у нас любой судимый человек является членом общества, и он имеет право на любые права полноправного члена общества. Речь у вас там шла о порочащих этого человека каких-то сведениях, но я очень благодарен Михаилу Валентиновичу за то, что он разъяснил депутатам, что такое 176-я статья. Что это преследование банком человека. То есть это замечательно. И на мой взгляд, если мы узнали, что банк преследовал Антона Долгих и добился наказания ему, но это не говорит не о порочащих сведениях, это говорит о его достоинствах. Это первое. Второй вопрос. Мы с вами прекрасно знаем, что сегодня представляют наши банки, и как они преследуют своих кредиторов, и какие они условия для кредитов выставляют. И мы прекрасно знаем, что пени вдруг у них оказываются 200-500% годовых, и потом они, нисколько не сомневаясь, идут в суд и преследуют человека вот с такими мошенническими процентами. Это раз. Во-вторых, сложилось, в общем-то, широкое мнение в обществе, что каждого банкира ждет тоже суд. Каждого банкира ждет страшный суд, и что они получат еще более большее наказание, чем Антон Долгих. Но и в этом плане каких-то порочащих его сведений мы не услышали. То есть нельзя говорить, что если человек судим был, преследуемый какой-то, может быть, даже преступной организацией, которая преследует своих граждан, то его это чем-то порочит. И я думаю, что, конечно, надо таких людей поддерживать. Спасибо. У меня буквально одна последняя реплика. Вот если обратиться к словарю лингвистическому Ефремова и Ушакова, то порочить – это осуждать. То есть тот, кто не был осужден, буквально. Это первый момент. Во второй момент. Это не только банки, но и иные кредиторы. Пример простой конструкции. Абстрактной, непривязанной. Какая-то организация берет, условно говоря, у другой организации какой-то товар. Представляет фиктивные документы о совершенных платежах. Получает товар и пропадает. Где здесь банк? Скажите мне, где здесь банк? Каждый слышит то, что хочет услышать. Я предлагаю всем все-таки перейти к голосованию. Дмитрий Михайлович. У меня последний, Михаил Иванович, к вам. Как депутат говорю. Обращение сегодня к депутату Алексею Максимовичу Ивановичу поступило от Николая Ивановича Шаклеина. О том, чтобы включить Гребенкина в этот список. Для меня я тоже считаю, что обращение Николая Ивановича считается порочищем. Потому что Николай Иванович считаю человеком, который развалил экономику Кировской области и коррупцию развел. То в данном случае тут тоже можно, кстати, с точки зрения подойти, что обращение Шаклеина, оно уже тоже является порочищем. Это моя точка зрения, так же, как вы предлагаете нам по другому вопросу. Надо быть внимательным в своих высказываниях. Спасибо, у каждого депутата есть своя точка зрения. Владислав Николаевич, пожалуйста. Я был буквально коротко. На предыдущих заседаниях избиралось 6 представителей судей. И в принципе, если вспомнить, почти единогласно их приняли. Сейчас, как депутат фракции ЛДПР выдвинул своего кандидата, я считаю, достаточно профессионального и порядочного. Сразу появился кандидат от другой партии, от третьей. Как-то, не знаю, надо все как бы совместными действиями делать. О том, получается, 6 мы приняли единогласно, а за одного сейчас мы будем биться. Как надо, или, допустим, могли бы корректно поступить, как бы не избирать следующего кандидата. Спасибо. Спасибо. Светлана Николаевна. Уважаемые коллеги, к обсуждению, к голосованию допускаются три кандидата. И давайте приступим уже к голосованию, потому что за всех трех кандидатов мы с вами можем проголосовать. Спасибо. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне вопрос сегодня депутату Лихачеву, он сегодня трактовал закон практически о судьях. А это представители общественности, очень активные представители общественности, которые предлагают фракции. Поэтому я бы хотел вас, уважаемые коллеги, сегодня посмотреть. И есть старая русская пословица «от суммы до от тюрьмы не зарекайся». Человек может, так сказать, ошибиться, но потом он исправляется, с него снимается судимость. То есть тот наказуемый момент, который есть сегодня у Антона Долгих, он его прошел, и судимости нет. Это, во-первых. Во-вторых, сегодня коллегию судей необходимо разбавить мнением тем, которые сегодня он будет, я бы так сказал, про, ну, таким фильтрующим человеком, который будет возражать по некоторым вопросам, которые, вернее, одинаково решаются. То есть руки будут поднимать, и представитель предлагает, руки поднимаются, и все, и судья проходит. Подбор и расстановка кадров должна быть от общественности. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу вас поставить на голосование поименно каждого, так сказать, кандидата. И в то же время не принимать решение сегодня комитета вот в таком, с Конточковым, я бы так сказал, моменте. Спасибо. Спасибо. Михаил Тимфеевич Скорцов. Уважаемые коллеги, я предлагаю до того, как мы приступим к голосованию, послушать каждого кандидата, дать по одной минуте. По одной минуте. Поступило предложение к депутату. Как, уважаемые коллеги, поставим на голосование? Да. Поставим на голосование. Я предлагаю проголосовать по предложению Михаила Тимфеевича, дать кандидатам по одной минуте для выступления. Прошу включить режим голосования. Голосуем. За 35, против 8, воздержалось 6. Предложение принято. Если нет вопросов к Михаилу Валентиновичу, я так полагаю, уже нет. Слово предоставляется Александру Геннадьевичу Агалакову. Он здесь? Пожалуйста, дайте микрофон. Добрый день. Можете сюда пройти. Подготовиться к ребенку. Добрый день. Агалаков Александр Геннадьевич, 59-го года рождения, образование высшее юридическое. Закончил Свердловский юридический институт в 1984 году. После окончания института работал в следственном аппарате органов МВД и Федеральной службе безопасности. С 1998 года нахожусь в отставке. В настоящее время работаю заместителем директора ООО «Коммунальщик» по правовым вопросам. Есть ли вопросы? 30 секунд уложился. Молодец. Вопросов нет. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Слово Федору Борисовичу Гребенкину. Добрый день, уважаемые депутаты. Кратко скажу о себе. Я, во-первых, должен сказать, что я уже работал в квалификационной коллегии судей. Я очень хорошо представляю себе эту работу. Я 56-го года рождения, если говорить, кандидат юридических наук, не говоря о том, что имею высшее юридическое образование. Я имею звание доцента, преподаю уголовное право в Московской государственной юридической академии. Сейчас уже это университет. Хочу сказать, что я не принадлежу ни к одной из фракций и партий. Я человек нейтральный и принципиальный. Если кто со мной работал в квалификационной коллегии судей, прямо скажу, что я высказывал всегда свое личное мнение. Если даже голосовали все за какого-то кандидата, например, в мировые судьи, я высказывал свое мнение, и один-два человека голосовали за, другие голосовали против этой кандидатуры. Поэтому не думайте, что я не принципиальный человек. Поэтому я хотел бы сказать об этом. Я проработал в органах внутренних дел и в Федеральной службе исполнения наказаний, прослужил более 25 лет. Ну вот самое главное, что для меня еще хочу добавить, извините, интерес. Представляет то, что я как преподаватель. Во-первых, для меня интересно, какие ошибки допускают судьи в судебной практике. А во-вторых, я знаю хорошо выпускников нашей академии. Есть вопросы, да? Константин Борисович, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что Вы всегда в квалификационной коллегии выражаете свое личное мнение. А если оно будет расходиться с мнением общества и общественности, Вы будете все равно свое мнение выражать? Все равно я всегда высказываю свое мнение. Но дело в том, что председатель квалификационной коллегии судей может убедить членов квалификационной коллегии судей в принятии того или иного решения. Если, конечно, ему удается это убедить, следовательно, голосую, как и все. Спасибо. Спасибо, Федор Борисович. Услово предоставляется. Антон Виталий, еще долгих. Уважаемые депутаты, я думаю, то, что я принесу пользу в квалификационной коллегии судей, ни у кого не вызывает никаких сомнений, поэтому перейду сразу к вопросу, который всех интересует. Депутат Михаил Ликачев сказал правду, но он не сказал всей правды. И он умело манипулировал фактами. Во-первых, он не сказал того, что снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Я процитировал закон. Аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. И он не сказал главного. Данная статья декриминализована. Поправки президента Медведева, которые были внесены в Уголовный кодекс, исключили квалифицирующий признак из данной статьи. И в настоящее время то деяние, которое я совершил, не является преступлением. Это второе. Третье, что очень важно. Да, действительно, я не смог вернуть кредит в банк. Я совершил, возможно, самую большую ошибку в своей жизни, когда дал деньги в долг, полтора миллиона рублей, на команду КВН «Вятка Автомат», которая не на что была поехать в Юрмаву. Я взял эти деньги у одного человека, отдал другому. Я взял их под 15%, отдал под 16%. И человек меня не вернул. Из-за этого я потерял свой бизнес, сеть салонов связи «Соточка». Моя мама, которая меня воспитала, вырастила, была вынуждена продать квартиру. Я упал так низко, откуда люди просто некоторые не поднимаются. Либо спиваются, либо сбегают, либо некоторые руки на себя накладывают. Я вышел из этой ситуации с честью. Мне нечего скрывать. Я знал прекрасно, что это грязное белье будет вытащено. Но мне нечего скрывать, мне нечего стесняться. Я в жизни не совершал ни одного порочащего меня поступка. И действительно вынесено на рассмотрение законодательного собрания три кандидатуры. Я прошу вас, даже те, кто, возможно, не был готов за меня голосовать, те, кто точно знает, что не будет за меня голосовать, я прошу вас подумать о том, что квалификационная коллегия судей – это орган судейского сообщества, который действительно назначает судей не этот орган, он больше рассматривает жалобы. Это очень важный орган. И хотя бы один представитель общественности, действительный представитель общественности, что уж говорить, он должен там быть. И когда вы будете принимать решение, я прошу вас учесть в комплексе все. И закон, у меня нет запретов по закону там присутствовать. То есть я прошу вас руководствоваться собственным убеждением, а не мнением комитета. Спасибо. Спасибо, Анатолий Викторович. Есть ли вопросы? Спасибо. Уважаемые коллеги, напомню, что в соответствии со статьей 6 закона области о порядке назначения представителей общественности в квалификационную коллегию судей Кировской области назначение представителей общественности в квалификационную коллегию осуществляется на пленарном заседании Законодательного собрания Кировской области в присутствии кандидатов открытым голосованием и оформляется постановлением. Уважаемые коллеги, напомню, что согласно статье 6 закона о порядке назначения представителей общественности В квалификационную коллегию судей голосование по назначению представителей общественности в квалификационную коллегию проводится по всем кандидатурам сразу, либо по каждой из выдвинутых кандидатур отдельно по решению депутатов Законодального собрания Киевской области. В связи с тем, что у нас имеются три кандидатуры на одно вакантное место, предлагаю проголосовать по каждой, начиная с рекомендованной комитетом, до тех пор, пока одна не наберет необходимых для назначения 27 и более голосов. 27 и более. При этом каждый депутат может выразить свое волеизъявление за только по одной кандидатуре, то есть за можно нажать только один раз. Ставлю на голосование данное предложение. Проголосовать по каждой кандидатуре отдельно. Напомню, что это процедурное голосование. Голосуют только присутствующие в зале депутаты. Да, присутствующие только. Это процедурные. Голосуем. Сейчас только еще раз прочитать. Что за всех трех голосуем? По отдельности, да. Я думаю, что не успели, наверное. Давайте еще раз прочитаем. В связи с тем, что у нас имеются три кандидатуры на одно вакантное место, предлагаю проголосовать по каждой, как и предлагали депутаты. Начиная с рекомендованной комитетом до тех пор, пока она не наберет необходимых для назначения 27 или более голосов. При этом каждый депутат может выразить свое воле и изъявление за только по одной кандидатуре. Все ли всем понятно? Ставлю на голосование данное предложение. Проголосовать по каждой кандидатуре отдельно. Голосуют только присутствующие. Голосуем. За 41, против 1, воздержался 2. Решение принимается, уважаемые депутаты. Ставлю на голосование вопрос о назначении Федора Борисовича Гребенкина, представителем общественности, в квалификационную коллегию судей Кировской области. Голосуем. Непроцедурно голосуют все. За 28, против 20, воздержалось 3. Голосуют все. Это уже не процедурное. Голосуют все. Поэтому, уважаемые депутаты, коли первая кандидатура набрала большинство голосов и проходит по нашему предложению, дальнейшее голосование просто отменяется. Бессмысленно. Мы поздравляем Федора Борисовича с избранием. Данное решение оформляется постановлением. Вопрос закончен. Следующий вопрос. Правительственный час о ходе подготовки к отопительному сезону 2013-2014 годов в Кировской области. Слово представляется Александру Павловичу Горскину, заместителю председателя правительства области.